Военное время и послевоенное были тяжелыми для судьбы Вичема. Во-первых, конечно, никаких гастролей. Он дирижировал, но дирижировал мало, потому что концертов мало. Что-то в Бирмингеме, что-то в Ливерпуле, что-то в Манчестере, немножко в Лондоне. Вот с этим лондонским симфоническим оркестром, который его когда-то прокатил. А сейчас уже понял, что это зарождающаяся знаменитость. И уже так они себя не вели. Но это были довольно редкие концерты. Что-то в опере он дирижировал. Я уже сказала о том, что начались сложные времена для многих оркестров. И он очень щедрые суммы давал оркестрантам. Причем иногда он давал просто в карман. И очень тихо, и никто не знал. Вот он так дружил со своими музыкантами разных призывов, что знал ситуацию в их семьях. И когда он понимал, что у кого-то ситуация трудная, это подлинная благотворительность, когда ты не вешаешь это на большой колокол. И он это очень часто делал. Но были случаи, когда он и оркестром просто на существование тоже давал деньги. И вот это был первый случай, когда он нескольким оркестром, с которыми он начинал, помог в эти тяжелые годы Первой мировой войны. А во время войны, в 16-м году, умирает его отец. И при том, что они помирились, тут возникла такая сложность, которая вывела его из музыкального процесса буквально лет на шесть. Дело в том, что отец, будучи очень богатым человеком, перед войной, которой никто не ожидал, как известно, он приобрел очень дорогие и очень престижные земли в районе Ковенгардена, но не театра. А вот театр тоже стоял на этих землях. Это рынок был. Это была большая рыночная площадь. Это центр Лондона, очень дорогая земля. Он решился на это. Он думал там долго, а потом решился вложить свои деньги в эту землю. И по условиям договора он должен был в течение нескольких лет очень крупные суммы вкладывать. Он успел вложить первый транш, вот эту первую сумму. Разразилась Первая мировая война. И в Англии был закон, согласно которому крупные суммы денег на бытовые нужды нельзя было тратить, потому что они предназначались гипотетически на нужды войны. Он не смог оплатить второй год этой оплаты. А в следующем году, в 2016 году, он просто умер. И детям его досталась незаконченная сделка. Безумно дорогая. Конечно, еще была инфляция, и деньги обесценивались. И, в общем-то, у них таких денег, чтобы закончить эту сделку, не было. И они думали, что им делать. И, в общем, они решили для себя, что они сохранят фабрику и сохранят вот эти земли вокруг Ковенгардена. А все остальное имущество отца они начали распродавать. Это же надо было уметь. И это надо было с юристами. И это заняло у него очень много времени. И очень сильно отвлекло его. Он фактически не выступал в это время. До района 23-го года. Действительно, это очень долго было. Но все-таки они сумели это урегулировать. Два брата стали наследниками. Получили совершенно по согласию большую часть получил Бичем, и меньшую часть получил его брат. И дальше он снова... А вот что снова? Он приходит и понимает, что в его собственности оркестра нет. Он то там, то здесь, понимает, что ему надо создать оркестр. И так в 1932 году новый фейерверк, его правда так не называли, но возникает оркестр, у которого прекрасная репутация, прекрасная слава. И он сегодня один из лучших оркестров мира. Это называет он его Лондонский филармонический оркестр. Вообще людям, которые занимаются оркестрами, всегда надо иметь в виду, что в Лондоне настолько много престижных и исторически идущих из истории оркестров, надо всегда знать, как они называются. Лондонский симфонический, Лондонский филармонический, и дальше будет Королевский филармонический. Их нельзя путать, они абсолютно разные оркестры. Он создает этот оркестр. Опять же, он уже, конечно, стал настоящим дирижером. Как дирижер он создал себя сам. Свои лучшие качества дирижерские – это лидерство, безусловно. Но самое все-таки главное, когда мы сегодня слушаем, конечно, записи не передают. Мы уже поняли, что они не передают. И вообще они несколько плоскостные. Хотя начинал он при очень скудной технике. Такой я когда-то читала не в связи с ним, но вот эта вот первая техника писали по несколько минут. Потом это все склеивалось. И писали, как я помню, какую-то тембровую часть, вот там, где стояла аппаратура. Вообще найти такую точку, с которой был бы слышен объемом весь оркестр, не представлялось возможным. Поэтому монтировали не только вдоль, но и поперек. Конечно, это очень большие потери в этом были. А дожил он до стереозаписи в 60-х годах. Я не сказала, но он умер в 1961 году. Так что он прожил огромную жизнь. И в 60-м году он последний раз вышел на сцену. То есть он фактически... Вообще считается, что дирижерание – профессия долголетия и долгожителей. И он это тоже своей жизнью доказал. Так что послушать мы все-таки его можем. Так вот, когда мы слушаем записи с сегодняшними современными ушами, и можно понять, что... Даже можно понять, какие именно издержки в этих старых записях. Но что подкупает больше всего? Он абсолютный лирик. Он мастер мелодии. Мне приходилось читать в рецензиях, что его лейнгрин был почти что итальянской оперой по степени пеучести. А немецкая опера с немецким языком, она гораздо более жесткая в произношении. А кольцо Нибелунгов, которое он не любил в Агнер, но играл, просто пело и разливалось в этом пении, как река. Когда смотришь на его портрет, вот на портреты зрелости и уже, может быть, в преклонном возрасте, бросаются в глаза эти удивительные... Глаза бросаются, его удивительные глаза. Глаза мудрого и очень доброго человека. Вот чтобы доброта лучилась из фотографических портретов, это действительно очень редко. И вы знаете, это все светится в музыке. Это человек, который... В нем нет никакого бахвальства. Вот у нас уже была и будет еще лекция о Караяне. Он блистательный совершенно дирижер. Но в его трактовках слышно, что он Караян. И слышно, что он себя ставит очень высоко в этой позиции. Это тоже ему надо уметь вообще через дирижирование показать. Но сэр Томас никогда этого не делал. Для него всегда была музыка. И всегда был композитор. Он всегда был там. Он присутствовал. Это была его трактовка. Но вот эта вот лучащаяся доброта, этот свет, эта музыка, которая несет в мир свет, это было всегда, какую бы музыку он ни гал. Это была как будто бы его тема такая личностная, человеческая. Ну и кроме того, конечно, это вот жар, его неравнодушие к этому был всегда. И я говорю о том, что лирика была его чертой. Но ведь он играл музыку и героическую. Кстати, говорили о том, что его кольцо Нибелонга совершенно не героическое. Он снимал там эту геройку. И я понимаю, почему он снимал. Потому что он не принимал вот эту некоторую героическую заносчивость Вагнера. И он тогда компенсировал это вот этим сердцем, лирическим, сердечным началом. В этом был и остается Томас Бичем. С этим оркестром он гастролировал и попал в конфузную ситуацию. Я имею в виду уже новый, созданный в 1932 году, лондонский филармонический оркестр. Эта ситуация заключалась в том, что в 1936 году они были приглашены на гастроли в Германию. Как мы знаем, в 1933 году, в 1932 году после выбора, в 1933 реально уже нацистское правительство пришло к власти. И в марте 1933 уже прозвучал этот такой непонятный для... Нельзя было понять, что за ним стоит, закон о государственной службе. После этого закона большая часть музыкантов немецких просто сразу эмигрировали в Соединенные Штаты. Согласно этому закону, занимать руководящие должности могли только чистые орицы. Чистые орицы вообще на свете не существуют. Биологи смеются в этот момент, потому что мы свои родословы не знаем только на очень коротеньком расстоянии. А в общем, на самом деле, есть популяция, которая называется человечество. И это довольно смешные вещи. Но тем не менее, как мы знаем, дальше все то, что произошло. Музыканты уехали первые. И Америке-то повезло очень. И Америка построила вообще свое дирижирование, свое дирижерское искусство, свои прекрасные оркестры. Прежде всего, конечно, на эмигрантах из Европы. Это будет чуть-чуть позднее. Но я думаю, что сэр Томас, живя не на континенте, а на островах, наверное, не так уж увлекаясь политикой, вероятно, все-таки уж точно совершенно не по убеждению, а по такому музыкальному недогляду в политике, оказался там на гастролях. Ему это стоило его репутации. И среди светлых сил Германии, и у него на родине. Ну вот так произошло. Но будучи порядочным человеком, он, тем не менее, еще два года подряд, в 1937-1938-м, в Германию приезжал. Почему? Потому что у него были контракты с Deutsches Oper, и он эти контракты должен был выполнить. Но оркестр он уже не вез, и такой политической акции не было. Но что интересно, что это было действительно, его вот эти гастроли с его оркестром были обставлены, как акт политического приятия нацистской Германии и Гитлера в частности. Гитлер должен был приехать на этот концерт. Но Томас Бичем остался с самим собой. Гитлер обозначал свое величие тем, что он опаздывал на концерты. И вот Томас уже стоит за пультом, оркестр уже сидит, он, значит, так нервно побивает палочкой, но отмашку начать концерт им не дают, потому что Гитлер еще не пришел. И тогда сэр Томас довольно громко, так что слышали первые ряды, и точно совершенно слышали оркестранты, он так вот, бия палочкой, сказал, вот старый хрыч, опаздывает. В общем, это был такой поступок. Он мог себе, вот он позволял, он мог себе это позволить. И с этим оркестром вроде бы все было хорошо, но вдруг происходит невероятная вещь. Начинается Первая мировая война, и сэр Томас покидает этот оркестр и уезжает в Америку. Англия разводит руками. Как так? Этот человек, который создал столько оркестров, и этот, который на мази, он прекрасен, он, как все его оркестры, он добивается с ними такого совершенства. И сэр Томас вполне в стиле своего английского чувства юмора говорит, моя страна объявила чрезвычайное положение. Я тоже объявил чрезвычайное положение. Я уезжаю в Соединенные Штаты. И действительно, с 40-го по 43-й год он провел в Соединенных Штатах. Сказать, что он там выдающимся образом себя смог проявить в тот момент, наверное, нельзя. Он получил оркестр Сиэтла. Сиэтл никогда не был оркестровым городом и так и не остался им. Но при этом у него были ангажементы в Метрополитен-опере, где он дирижировал французскими операми. И что интересно, что руководил в этот момент Метрополитен-оперой тоже человек, который в 33-м году сразу после этого приказа, после этого закона эмигрировал, Бруно Вальтер, прекрасный немецкий дирижер, единственный ученик Густава Малера. Но интересно то, что в первые оперные сезоны Бичема он приглашал Бруно Вальтера, и получалось, что Бруно Вальтер был его заместителем. А здесь он оказался под руководством Бруно Вальтера. Ну вот он играл там французские оперы. Их, кстати, было очень немало. Это Самсон и Галила, это сказки Гоффмана, Фенбаха, это, конечно же, Кармен, это Фауст. У него был такой мощный репертуар, но вот он как мастер французской музыки, и действительно он очень тонко. Французская музыка, она особенная. Каждая музыкальная стилистика имеет свое своеобразие. Но французская музыка, она такая ювелирная. В ней вся красота, она не в размахе и в роскошестве, как, скажем, у Бетховена или у Вагнера, а она в таких тонких ювелирных штрихах, в цветовых и световых, на самом деле в звуковых, конечно, переливах. И вот он владел этим просто аристократически прекрасно. В нем была вот эта вот простота аристократическая. Он снижал пафос немецкой музыки, потому что, конечно, для человека, который мыслит вот этой аристократической простотой, пафос довольно пошлое явление. А с другой стороны, он вот эту прихотливость подавал так, как будто она абсолютно естественна. И это, конечно, производит очень большое впечатление, послушать его интерпретации французских композиторов. А это я оперных перечислила, а ведь он много симфонической музыки играл. И фактически от люли, то есть от 17 века и до современных ему английских, французских композиторов он играл всех. Очень действительно любил французскую музыку. И так ведь вот удивительно, так и остался котмастер французской музыки. Вот это было в Америке. Еще было в Америке такое приятное и знаменательное для него событие. Он женился там второй раз. Я не сказала о его первом браке, который был в 1903 году. Когда он поссорился с отцом, он, видимо, снимал жилье. И вообще вот это был такой сложный для него период. И он оказался в семье американских дипломатов, которые обосновались в Лондоне. И влюбился в дочку этих дипломатов. И женился на ней. И в этом браке, это его первый брак, в этом браке у него родились два сына. В 1904-м родился сын Адриан. И в 1909-м родился сын, которого по традиции назвали Томасом. Но в этом же 1909 году брак стал распадаться. И даже поговаривали о том, что супруги начали бракоразводный процесс, но они застопорили этот процесс. Причин, я так понимаю, что даже биографы не могут сказать об этих причинах. Похоже, что оба испугались вот этого до конца. И дальше первая жена его так и не вышла больше замуж. А сыр Томас попросил у нее развод и уже действительно развелся спустя огромное количество времени, с 1909 по 1943. Вот в 1943-м он встретил пианистку в Америке. И, вероятно, эта женщина была его единственной настоящей, вот такой настоящей, которая бескомпромиссная и всепоглощающая любовью. И тогда он попросил у своей жены развод. Но сказать, что он вел аскетический образ жизни за это время совершенно нельзя. Романов у него было очень много. Были какие-то бизотические, а были очень постоянные. Например, он состоял в связи с женщиной, которая была замужем, и которая жила в Лондоне, но была она тоже женой американца. Тогда вот почему-то американцы часто делали свой бизнес в Англии. Он был крупным судостроительным магнатом. Она входила в высший свет Лондона. Она его полюбила, вероятно, без памяти. Считается, что он не так сильно, но все-таки он тоже пошел на эти отношения. Эти отношения длились 33 года. Будучи очень богатой женщиной, она тоже не просто сама была, вот как сейчас говорят фан-трейзинг, да, не только сама давала деньги на его проекты, хотя, знаете, симфонические проекты никогда не бывает достаточно денег. Это такая глобальная история, она всегда такая деньгоемкая, что никогда нельзя сказать, что у меня денег столько, что я что хочу, там и делаю. Деньги всегда все равно нужны. Но она умела организовать весь высший свет Англии, так рассказать о новых проектах сэра Томаса, что люди с легкостью тоже финансировали эти проекты. Когда она узнала, что в Америке, из Америки сэр Томас запросил развод, ее дочка потом говорила, что она первый раз в жизни видела свою мать плачущей. То есть для нее это был, в общем, шок. Хотя за эти 33 года их отношений у него были и мелкие романы, но был роман довольно серьезный. Точно не мог даже биографы его сказать, сколько он длился, но где-то между 20-30 годами, видимо, достаточно долго, потому что в 33 году, это был с одной из певиц, с которой он работал в этом союзе, родился сын Пол, и вот так у него было трое детей. Жизнь больше потом у него уже детей не была. Но, тем не менее, он женился, он привез, он в 43-м же году возвращается в Лондон со своей молодой женой. Разница в возрасте между ними была 29 лет, 27 лет. Но, тем не менее, как видно, это был очень хороший брак. Омрачала его только одна вещь. Она была прекрасной пианисткой, и он ее брал в свои программы. Она часто, концерты Моцарта, они блистательно играли вместе. А он Моцарта обожал. Вот среди его, этих композиторов, которых хотел и играл, был Гайден, был Моцарт, был Гендаль, которого он невероятно полюбил, при том, что Гендаль и барочная музыка еще не были таким исполнительским мейнстримом. И исполняли их совсем не так, как сегодня. Сегодня принято историческое исполнительство. То есть исполнять эту музыку, как нам кажется, потому что точно это нельзя воспроизвести, как будто бы так, как она звучала, когда она выходила из-под пера композитора. Сегодня есть споры, возможно ли это, а если невозможно, то зачем играть в эти игры. Это две позиции есть, и разные дирижеры занимают разные позиции. Но тогда вообще в этом разговора не было, потому что перед войной где-то интерес к историческому исполнительству, а потом война это прервала, я имею в виду Вторую мировую войну. А тогда, конечно, когда он увлекся Гендалем, не было. И он делал обработки Гендаля, и он брал его оперы, делал из них симфонические, такие типа сюит из его музыки, кстати, прекрасно звучащих. Хотя можно подумать, что это варварство, так брать куски, перемешивать их, немножко переоркестровывать и так далее. Но вот я послушала специально для этой лекции. Вот варварства я не слышу. Я знаю головой, что, вероятно, так как-то не делают. Но тогда это было модно. Я никого варварства не слышу, потому что это прекрасно сыграно. И, конечно, он понял величие Генделя. И по поводу Генделя, ему принадлежат такие слова, что Генделя писал немецкую музыку лучше, чем все немцы, итальянскую музыку лучше, чем все итальянцы, французскую музыку лучше, чем любой француз, и английскую музыку лучше, чем любого врача. Вот это чутье музыкальное у него было, конечно, совершенно потрясающим, потому что все-таки 20-й век – это век, когда рядом с Бахом все больше и больше наравне с ним встают имя Генделя. В общем-то, до этого так не было. Приезжает он в Лондон. И, в общем, да, в этом браке он был абсолютно счастлив, если бы ни одно обстоятельство. К сожалению, Бетти, вот эта его любимая жена, она, наверное, была нервным человеком, она начала злоупотреблять наркотиками. Этот брак продлился 15 лет и закончился очень трагически. Я потом расскажу, как. Дело в том, что Тому Субичу ему все время говорили, что ее надо лечить, это болезнь, это не просто какая-то такая прихоть, это болезнь, это требует лечения. И вспоминая историю того, как его отец посадил в сумасшедший дом его мать, он говорил «нет». И он так фактически ее не стал лечить от этого такого неприятного недуга. Закончилось это тем, что когда они вдвоем были на гастролях, это он без оркестра был, а его пригласил в Театр Колонн в Буэнос-Айресе, когда они в 1958 году были в Буэнос-Айресе, на целое лето они приехали, летний сезон он должен был провести, а она не участвовала в этом, она просто как жена приехала. Она решила в какой-то момент, конечно, под воздействием наркотиков, она решила войти не через дверь в отель, а это не первый этаж был, а по стене забраться и залезть в окно. Ну, разумеется, она сорвалась и погибла. Она была акремирована там же, и он похоронил ее, потом приехал с ней вместе, в смысле с прахом, в Лондон и похоронил ее в Лондоне. Для него это, конечно, была большая трагедия, ему уже к 80-ти было. Но, тем не менее, через год, в 1959 году он женился третий раз. И если здесь разница была ощутимая, но все-таки она там в районе 30 лет все-таки еще представить себе можно, то в следующем браке ему было 80, а ей 27. Расходится мнение, кто-то говорит, что она была его секретарем в оркестре, кто-то говорит, что она работала в бухгалтерии оркестра, что он для нас с вами не имеет ровным счетом никакого значения. Тем не менее, последние полтора года жизни он прожил с ней. Вернувшись из Америки, он увидел опять выжженную почву. Дело в том, что, уезжая в Америку, он помог опять по традиции всем оркестрам, с которыми он работал, и помог он своему филармоническому оркестру, который он как бы бросил. Но он бросил, но бросил красиво. Он перевел их на самоуправление. То есть он их застраховал от того, что если не он, то может оказаться тот, кого они не примут. Так чтобы вот этот, если они его не примут, чтобы он ими не командовал. И когда он приехал, они сказали, ну извините, знаете, теперь на наших условиях. Вот тут он разъярился ужасно. Он сказал, что хвост будет вилять собакой, оркестр будет мне указывать, что я буду делать. Нет, я создам свой оркестр. Мы уже поняли, что Томас Бичем поступил, поступал всегда так. И в 1946 году он создает еще один, уже теперь последний, но один из самых знаменитых лондонских оркестров, Королевский филармонический оркестр. Он человеком будущего невероятно обаятельным. Его это обаяние всегда ему помогало. Он, конечно, наладил с Королевским домом тоже отношения. И договорившись с ними и с Королевским филармоническим обществом, он создал, опять же, в большинстве на свои собственные деньги, он создал этот оркестр. Но вот это был единственный случай в его биографии, когда он разорил те оркестры, которые, как он считал, его оскорбили. Он им помогал, а они не приняли его, когда он вернулся из эмиграции. И вот тут он очень многих музыкантов переманил, очень большие деньги переманил в этот оркестр. И когда-то один журналист его спросил, «Сэр Томас, вот у вас всегда такая феерическая ситуация, вы в любом столько оркестров создали, и у вас никогда не было проблемы найти первоклассных музыкантов для ваших оркестров. Где они, эти музыканты? Их же очень сложно найти вот такого уровня». Он сказал, «Ничего проще не бывает, секрет очень прост». Эти самые музыканты, самые лучшие, они дохнут от скуки и до смерти скучают в тех оркестрах, в которых они служат. Поэтому стоит мне их позвать, как они тут же здесь. И действительно, его репетиции и его отношения, общение с оркестрантами было совершенно уникальным и непринятым. Вот подобно тому, как режиссер с актером, все-таки всегда режиссер, он как будто бы над актером. Точно так же дирижер, как правило, все-таки над музыкантами, потому что его отместственность выше гораздо. И какой-то пиетет всегда существует. Как правило, говорят, маэстро. А маэстро уже дальше господин такой-то, господин такой-то. Вот есть этот порог. А вот у него никогда порога не было. Он даже дурил просто по-мальчишески. Есть такая история, ее рассказывают, как однажды в Ниверпуле он был на гастролях со своим оркестром, и они выпили после, ну так слегка, после концерта. И он придумал такую игру. Они ходили гуськом по отелю, в котором жили, выкручивали электрические лампочки, потом скидывали их в шафту лифта и ждали, когда лифт поедет вниз и раздавит эти лампочки. Ну, абсолютное мальчишество, как вы понимаете. Я не могу себе представить, что какой-нибудь дирижер вот так вот будет развлекаться с оркестрантами. Пускай это плохо, но то, что он демократичен был, это абсолютно точно так. Когда ему, чествовали его 70-летия, это было в Лондоне, это было при большом стечении народа и очень торжественно. Он торжественность не любил, как мы знаем, он всегда снимал эту торжественность. И прозвучали телеграммы, которые прислали Шенберг, Стравинский, в общем, все современные копыли, не помню, кто-то еще, все современные композиторы. Он сидел на таком вот важном месте, где сидит юбиляр, после того, как кончили читать, он сказал, а что, от Моцарта ничего нет, что ли? В этом был просто всегдашний, типичный сэр Томас. Вы как-то странно шутите, он больше всего любил говорить, но, господа, давайте начинаем репетицию, покажите самое худшее, на что вы способны. Поднимал руки и ждал. И в этот момент его оркестранты всегда лучше всего себя показывали, потому что он создавал настроение. Американцы на это посмотрели и сказали, что он такое говорит, мы же прекрасный оркестр, мы же хорошо играем. И стали говорить, что он какой-то такой странный, он, конечно, не без таланта человек, но очень странный, шутит он, как-то непонятно. И когда ему сказали, передали это, сказали американцы. Слушайте, ну американцам надо 50 лет ближайших для того, чтобы понять, что такое культура. А потом ещё 50 лет у них уйдёт на то, чтобы понять, что то, что они поняли, что есть культура, пришло не из Америки, а из Европы в Америку. Так что вот роман с американцами не сложился, он был очень бойкий на язык. Но, конечно, в нём был вот этот вот юмор, я говорю, что не претендующий на то, чтобы рассмешить народ, но изнутри, конечно, это вот такое английское чувство юмора. За что его очень ценили. Музыканты оставили о нём совершенно потрясающие воспоминания. Известно до сегодняшнего дня, и это ходит на уровне такого вот негласного закона, а сейчас это уже просто легенды, что Ливерпульский оркестр, которым он никогда не руководил как художественный руководитель. А это означает, что когда делается программа, уже там в послевоенное время, так как сейчас, когда делается программа, то первым выбирает даты и название художественный руководитель, а потом все остальные. Так вот, право первое после художественного руководителя имел сэр Томас. Ему звонили и говорили, вы можете вот оставшиеся даты выбирать первый, а уже все остальные дирижеры уже дальше когда. И это, в общем, во всех деталях касалось. Когда музыканты вспоминали, что они работают с Бичемом, даже когда его уже не было в живых, они все как-то вот преображались иначе. И вот эта фраза о том, что так плохо играет оркестр, надо дать ему эту пилюлю Бичема, это, конечно, тоже выражает этот трепет. Вот трепет очень слово про сэра Томаса. Он сам создавал этот трепет по отношению к музыке, по отношению к оркестранту. И это все передавалось в зал. И таким образом его музыка, она всегда была живая и очень трепетная. Он совершил еще одно гастрольное турне в Соединенные Штаты. Это было в 1958 году. Несколько месяцев он по главным симфоническим городам, это и Сан-Франциско, и Чикаго, и Нью-Йорк, гастролировал, и в Миннеаполис, по-моему, гастролировал со своим оркестром. Это были триумфальные гастроли. Вернулся он, они довольно долгие были, он вернулся уже в 1959 году в апреле, и в мае 1959 года он... 59 или 60-го? 60-го, я вспутываю. Он в 59-м уехал в Америку, да, в 60-м вернулся. И уже в мае 60-го года он сыграл свой последний концерт в Лондоне. Умер он в следующем году, 8 марта 1961 года, от коронарного тромбоза. вот такой человек. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok